Рубрика Изя Руб, свежих выпусков которой на этом анале не было так давно, что некоторые смотрители уже подзабыли или вообще не знают, что это за рубрика такая. В рубрике Изя Руб, Изя рубает правду матку, рассказывая о том, что на самом деле означают те или иные, как правило, иностранные названия. Я уже, по-моему, как-то рассказывал, но расскажу еще раз, что в 90-е у меня на даче в одном из соседних домов постоянно жила бабушка, которую вся молодежь на деревне прозвала Скутер, по той причине, что к этой бабушке на лето приезжала погостить внучка с несколько восточным именем Фаина. И значит, ближе к ночи, когда детям и подросткам пора уже было идти домой, эта самая бабушка выходила на крыльцо своего дома, чтобы по имени позвать внучку домой, как среди детей это называлось, загнать домой, и на всю деревню орала ФАЯ! В общем, это была аллюзия к королю техно-поп-дэнса 90-х, а именно группе Scooter и ее одноименной композиции Fire, то есть Огонь. Scooter это вообще такая квинтэссенция быдла музыки, которая была понятна всем, и большинство композиций имеют совершенно бессмысленные текстуры, некоторые конечно в них находили какую-то чуть ли не древнебуддистскую и индийскую философию и прочую эзотерику, но по факту это просто набор слов, которые хоть как-то рифмуются, и то не всегда. Но композиции сами по себе практически все являются гимном, то есть это такие песни, которые можно поорать, желательно во всю глотку и по пьяной лавочке, на каком-нибудь рэйви, на каком-нибудь стадионе, например. Неудивительно, что именно композиция Scooter была выбрана в качестве этого самого гимна для стадиона во время чемпионата мира по футболу 1998 года, то есть это была официальная песня чемпионата. Песня эта, разумеется, называется How Much Is The Fish, и группа даже выпустила под нее соответствующий клип на несколько футбольную тематику. Текст, как обычно, набор слов, и, собственно говоря, возникает основной вопрос, что же означает фраза How Much Is The Fish? Ну, полная фраза из текста, and by the way, How Much Is The Fish, что дословно переводится. И, кстати говоря, почем рыба? Разумеется, те самые искатели глубинного смысла умудрились в тексте этой песни выискать какие-то мотивационные посылы к слушателю, что нужно оставаться сильным. А сама вот эта фраза, почем рыбка, является метафорой цены, которую приходится заплатить за то, чтобы оставаться верным себе и полностью отдаваться твоему делу. Но это примерно как с критикой классиков русской литературы, например. Потому что критики тех же самых, я не знаю, стихов Пушкина умудрялись выискать там такие смыслы, которые сам автор, то есть сам Пушкин, в свои строчки не вкладывал. То же самое с песней Скутера. Вряд ли он вкладывал вообще хоть какое-то значение в текст песни. Но, тем не менее, вопрос продолжал будоражить умы, пока наконец-то в 2016 году. Лично фронтмен группы Скутер, его, кстати, зовут Не Скутер. В общем, он рассказал, что речь идет на самом деле о самой настоящей рыбке, аквариумной рыбке, которую они купили для своей студии, где они писали свои альбомы. Но потом выяснилось, что рыбка там себя не очень комфортно чувствовала, потому что, разумеется, в студии звукозаписи был достаточно шум. И, соответственно, аквариум с этой рыбкой передислоцировали в какой-то другой дом, где она замечательно и очень долго жила. И он прекрасно знает, почем была эта самая рыбка и стоимость рыбки, которую заплатили в дойчмарках еще, потому что это было до введения еврозоны в Германию, приведена в Википедии, например. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, можно вопрос закрыть. Ну, то есть, буквальный вопрос. Сколько стоила рыба? Имеет буквальный ответ. Вот она вот столько стоила. Но у такого эксперта, как Бабушка, девочке по имени Фаина, есть несколько другое мнение. Потому что в какой-то момент она все-таки попросила объяснить ей, кто такой Скутер. Ей, собственно говоря, показали фотографию этого самого Скутера, и, оценив его внешний вид, она задала закономерный вопрос. Наркоман шо ли? А посмотрев фотографию полного состава группы Скутер, она смогла с точностью определить, что у них там еще и проститутка есть, а не только наркоман. Ну, в общем, учитывая авторитетное мнение вот этого эксперта, и в целом особенности рейвов, всплывает еще одно интересное значение слова рыбка, которое может относиться к этой самой песне. К кокаином. А именно, так называемая рыбная чешуя. Но мы в основном, я надеюсь, по фильмам, знаем, что кокаин это порошок такой, который нюхают. И есть еще крэк, который курят. Но самый чистый кокаин, который поставляется из стран Латинской Америки, обычно в виде таких прямоугольных кирпичей, и он, собственно говоря, и называется кирпич кокаина, соответственно, он не рассыпчатый, а достаточно сильно спрессованный. И этот самый кирпич можно, ну, расколоть примерно как халу, что ли. И в этом случае на сколе образуется такой очень характерный узор, в котором переливается свет, и все это отдаленно напоминает рыбью чешую. Поэтому такой вот самый чистый кокаин называется рыбной чешуей. Соответственно, возможно, конкретно в данном технорейвовом сеттинге фраза «How much is the fish» на самом деле переводится «Почем чистый кокс?» Но это версия. Субтитры создавал DimaTorzok